так доброе утро всем бонжур хэллоу всем доброе утро и мы начинаем начинаем урок тора да значит сейчас вот собираются пока все участники собираются мы сейчас как раз я настрою новые так вот у нас есть вот так красивее стал значит цветовая гамма рамочки смотрите да как делать facebook он все более более совершенствуется все вообще в этом мире совершенствуется да скоро будет вообще прям дополненная реальность где-то будут удивительные будут спецэффекты я думаю что скоро будет полный эффект присутствия и например вот представьте будет такой урок торы и как будто бы я рядом с вами сижу напротив чая там можно попить будет и может будет даже индивидуальная адаптация урока под потребности слушателя то есть например можно будет задать какие-то параметры и урок будет переводиться под ваши потребности например будет звук другого час видите смотрите как шарики летают может быть будем сейчас вот с этими шариками делать урок торы или есть такая главная заповедь торы в возлюбить ближнего как себя я буду с цвета смотрели я думаю что будем урок торы вот так изучать в цветах да скажи как вообще это же красиво как будто бы вокруг цветы виноградник или вот так вот очень красиво тоже так так пока все собираются есть подберу вот неплохо с чайками у меня когда-то была одна из любимых них чайка по имени джонатан ливингстон чайте и снежинки очень красиво так хорошо все все же собрались и мы начинаем начинаем урок тора я как раз приехал приехал я из моего города где я родился нормально так из харькова вернулся сегодня до поездом ехал и мы продолжаем изучать пятую главу пятую главу и дошли мы уже дом мишны в которой уже все цифра 10 мы закончили все что было связано с десяткой мы закончили 10 поколений 10 из речениям был сотворен мир с 10 испытания было авраама 10 поколений от ноаха до до значит от ноаха до авраама 10 от адама до ноаха 10 а у нас сейчас значит это мы переходим к цифре 7 цифра 7 с этой мишны значит как раз мы переходим к цифре 7 вот 7 интересно это седьмая мишна пятой главе и седьмая мишна начинается с того что 7 7 вещей есть бы голем голем это незаконченный такой человек в заготовке 7 вещей есть в големе в заготовке и 7 есть в хохами хохам мудрец то есть хохам это умный человек а голем это незаконченный сейчас мы разберемся вот какие 7 вещей отличают умного от незаконченного до них не до конца умного что это за 7 вещей таких значит первое хохам мудрец дача который 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 можно назвать мудрец хохам и нами на берлиф не миши годоль мемен оба хохма оба меня он мне говорит перед тем кто больше его в мудрости и в в возрасте да то есть что это значит вот я помню я когда этим очень сильно страдал я можно сказать что вел себя не как хохам а именно как голем такой да я помню что вот я все время если где-то кота раф там вот даже ровыцкий зильвер когда у него учился я все время и вопросы задавал и как-то очень активно участвовал вместо того чтобы сидеть и слушать и слушать я сидел и слушал больше да значит хохам он не говорит перед тем кто больше его по по хохме по мудрости и по возрасту он больше внимательно слушает в это них нас литок диврей хаверо и он не встревает в слова слова товарища своего то есть не перебивая здесь прямо в мишле мы когда-то учили что что миши вдовар бетером и шма когда человек отвечает перед тем как он кого-то дослушает и валит и новый клема то есть это ему и в грех зачтется и в дурость вообще в глупость то есть умный человек он не перебивает и он дослушает они закончены которые не умны да он будет перебивать и встревать в слова ближнего прямо можно себе поделать такой чек-лист чек-лист умные не умные и смотри значит еще раз давайте первый параметр умного он не говорит перед тем кто умнее его больше его по знаниям и по возрасту то есть он слушает теперь дальше второе он не встреет не перебивает ближнего не перебивает его третье он не спешит не спешит ответить то есть вот ему задают какой-то вопрос да не умный человек он сразу отвечает умный человек он проанализирует что хотел спросить спрашивающие как а у него было какое у него было намерение какой первый вариант приходит в голову ответа а какой может быть второй и третий вариант и нужно ли вообще какой вариант выгоднее сейчас сказать как есть известный анекдот когда спрашивают вопрос кто-то задает такая еврейская компания один другому говорит скажи говорит там два умножить на 15 сколько будет а он говорит а мы продаем или покупать это такой вопрос знаешь или сейчас вспоминаю анекдот вот на эту тему которая иллюстрирует вот этот вот подход а значит старый старый продавец оптики обучает своей профессии молодого нового продавца в оптики и он ему говорит смотри говорит вот заходит покупатель ты ему спрашивает есть вас очки ты ему говоришь да есть у нас очки и даешь ему очки примерить очки он спрашивает сколько стоит ты ему говоришь 200 рублей и смотришь на него если он не удивляется ты ему говоришь это оправа еще и линзы по 50 если он удивляется тогда ты ему говоришь хорошо 200 оправа а линзы мы вам подарим если он даже на 200 удивляется когда ты говоришь изначально 200 то ты ему говоришь тогда 200 это очки линзы и год гарантии то есть если ты внимательно внимательно следишь и внимательно участвуешь в разговоре, это как современная вся психология. Есть очень большое правило современной психологии. Стивен Кови его сформулировал. В коммуникации важно вначале понять, а потом быть понятым. То есть большинство людей вступают в коммуникацию, они хотят, чтобы их поняли. Они хотят что-то доказать, объяснить, продать. И Тора нам говорит, эта стратегия неправильная. Ты должен вначале услышать, вначале понять. Ты не должен спешить ответить на вопрос, потому что умный человек, он не спешит ответить на вопрос, потому что он обдумает, стоит ли вообще отвечать на этот вопрос. Дальше. Что еще отличает умного от неумного? Значит, Шоэль Бэйньян Умышив Каалаха. Значит, он спрашивает по тому моменту, который изучается. Вот, например, там есть в Талмуде такое, такое, одно из мест, там, Раби задали один вопрос, он говорит, я отвечаю только по той теме, которую мы сейчас изучаем. Я не буду отвечать на вопросы, которые с другой темы, там, с другой оперы. Я, когда обучаю тренировку, как обучать, я им тоже говорю, самое главное, когда вам задают вопрос, понять, этот вопрос нужен тебе или не нужен, он полезный или не полезный. Если он не полезный, не отвечайте. То есть, очень важно понять правильную, нужность вопроса и отвечать, значит, умный человек, он спрашивает по той теме, по которой идет разговор и отвечает Каалаха, то есть, отвечает по закону, тоже по, по, ну, по некоему закону отвечает. И еще вот тут самое важное отличие, тут очень такое, но тонкое отличие. В МР Али Решон Решон, В Аля Харон Ахарон. И он говорит на первое, первое и на последнее, последнее. Вот здесь, это самая большая ошибка большинства людей в жизни, это неумение выделить главное. То есть, вот люди говорят, не хватает времени на то, не хватает времени на это. У всех времени одно и то же количество. И на что-то обязательно времени будет не хватать. У каждого человека невозможно впихнуть в, там, в один день, то, что я хотел бы впихнуть, не влазит. В чем разница между людьми, которые достигают в жизни больших результатов и теми, которые достигают маленьких? То есть, есть люди очень работящие, они целый день что-то делают, но они делают не то. Они делают не то, они делают неприоритетное. Например, человек начинает соблюдать заповеди. Вот он начинает соблюдать заповеди, я сколько раз видел, вот он приходит в синагогу, и он читает, там, Псукеда Зимра или какие-то там Брахот говорит, прямо он говорит, и проходит время чтения Шма. А в речь Шма, есть время прочтения Шма Исраэль, это до определенного времени. И получается, что он из-за подготовительных вещей теряет основное. То есть, вся подготовка ведется к тому, чтобы сказать Шма Исраэль вовремя, во время, когда это заповедь. Если ты из-за подготовки потерял главное, какой в этом был смысл? То же самое. Человек на работе должен выделить, есть закон Парета, это такой очень известный закон. Он говорит о том, что 20% усилий приносит 80% результатов. И 80% усилий приносит 20% результатов. Как-то они это посчитали. Теперь, если взять 20% самых эффективных действий, которые приносят 80% результатов, и из них выделить тоже 20% самых эффективных, то получится, что 4% действий приносят 64% результатов. То же самое в заповедях. Например, в наше время, вот мы живем сейчас во время, когда нет храма, нету царя, осталось всего лишь 77 заповедей истории, которые мы можем потенциально выполнить. Но человек, который религиозный, который не знает именно эти 77 заповедей, он может выполнять все, что угодно, но эти заповеди не выполнять. Получается, что у него вся его суета, она вся крутится вокруг вещей неважных, а важные вещи он не делает. То же самое в разговоре. В разговоре, в каком-то бизнесе, в каких-то переговорах. Очень важно научиться выделять главное и отвечать на первое, вот расставить акценты, чтобы у тебя было первое первым, а второе вторым. И не перепутать. Потому что большинство людей, вот я считаю, это самая частая ошибка в Торе, в жизни. Неумение выделить главное, неумение выделить основное, неумение упереться вот в тот рычаг, который является таким главным рычагом, да, для результатов, для жизни. И из-за каких-то вещей вообще неважных, второстепенных, люди теряют, ну, теряют главное в жизни. Вот. Теперь умный человек, он умеет, он умеет сказать на первое первое, а на последнее последнее. Это самое, я считаю, главное отличие умного человека, умение выделить главное, основное. Например, когда человек говорит, мне на Тору не хватает времени. А я понимаю, что какая, ну, то есть, какой смысл в работе, если не будет везения, а везение дает Бог, то какая, ну, что может помочь, что может помочь, значит, человеку, что может помочь человеку его вся работа, если не прет. А если Бог захочет, то может разрушиться любой процесс, любой бизнес, любое дело, любая жизнь в три секунды. Поэтому Тора, я считаю, она первична. И самое важное, вот то, что мы сейчас с утра учимся, 10 утра собрались уже, 114 человек, слава Богу, в прямом эфире, показали, показали, что понимают, что есть важное, что не важное. Я говорю сейчас по Робейну Йона, вот перевод может быть такой, что на вопрос отвечают, начиная с первого, заканчивать последним, но Робейна Йона говорит, что это не так, это не, это как бы и логично, то есть, что ты отвечаешь на первое первым, на второе вторым. То есть тут он имеет в виду, что умение выделить главное и ответит на первое по важности первым, а на второе по важности вторым. И если ты понимаешь, вот, например, человек задает вопрос, значит, он задает вопрос, приведу пример, какая погода в Одессе и поедем ли мы в Одессу? Он задает два вопроса. Но я, если уже знаю, что мы в Одессу не поедем, мне нет смысла отвечать на первый вопрос, какая погода в Одессе. Потому что он спрашивает, какая погода в Одессе и когда мы выезжаем в Одессу? Теперь, если мне в... мы в Одессу не выезжаем, так отвечать на первый вопрос первым не имеет смысла. Мне нужно сразу сказать, ты знаешь, мы в Одессу не едем. Ответить, мы в Одессу не едем, И поэтому какая погода, там не важно, раз ты туда не едешь. То есть это то, что объясняет Робейну Йона. И с первого взгляда, когда ты читаешь перевод, это непонятно. Что надо уметь выделить главное и ответить на главное-главное. А из этого следует все остальное второстепенное. Это более правильное понимание этой Мишны. И следующее различение между умным и неумным. Значит, умный человек, альма шелошама, омер лошамати. Он говорит, то есть очень важно различать между тем, что ты от кого-то слышал, и догадками. Потому что обычно у, ну просто у человека, да, у него смешивается все в голове. У него в голове все смешано. И он, значит, то, что слышал, то, что думает, то, что предполагает, он все это смешивает в одно. И когда он говорит кому-то, он может, например, начать вот с такой фразы. На самом деле, я сейчас вам расскажу, как оно есть на самом деле. И он таким образом, ну как бы вот изначально он ставит такую печать, что я знаю, как на самом деле. При этом то, что он сейчас будет рассказано, смешано из того, что он слышал от кого-то, из того, что он думает сам, из того, что он додумал, из того, что он предполагает. Умный человек говорит не так. Он говорит, вы знаете, я слышал от такого-то, вот от Макса Рогольсти, я слышал, что он сказал мне вот так. А вот эту вещь я думаю, я сам додумал из того, что он сказал. То есть он не скажет, что на то, что он додумал, то, что он это от кого-то слышал. Понятно, да? То есть то, что я не слышал, я говорю, я не слышал. Я это сам додумал. Понятно, да, вот эта разница. Теперь есть еще в Талмуде, в Медиле, есть очень красивое такое, да, выражение, что Аумер Давар Бешем Амро мы видим Ла-Ле-Лам. Тот, кто говорит вещь от имени сказавшего, приносит спасение в мир. Что это значит? Вот, например, я скажу такую вещь, у тебя яркий был пример. Я говорю, на первое говорит первое, на второе говорит второе, да? Я говорю, я это слышал от кого? От Рабейну Йона. Читал. Тогда, тогда, если будет у кого-то вопрос, тогда вопрос к кому? К Рабейну Йона. То есть я, даже если Рабейну Йона, кто-то мне скажет, а я слышал, там, Араф Бартанура объясняет, мне Бартанура объясняет по-другому. Отлично, мы в прекрасных отношениях, у нас нет никакого конфликта. Рабейну Йона, великий человек, он так эту Мишну объяснял, а Рабейну Йону объясняет по-другому. А мы с тем, кто вспомнил Рабейну Бартанура, да, объяснение, мы с ним в отличных отношениях, мы оба изучаем разные точки зрения на вопрос. И у нас не будет конфликта, потому что самая страшная вещь в мире, это споры, махлотиты и так далее. Но если каждая сторона честно скажет, откуда идет ее мнение, то окажется, что или человек слышал от кого-то, а вот тот, от кого он слышал, откуда взял. Не знаю, может слышал от кого-то, может додумал, может еще что-то. Или я додумал, но если я додумал, как я могу утверждать, что это на самом деле? Я не могу, я должен честно сказать, то, что я думаю, это у меня идея такая возникла. Я не уверен, что это правильно, но это идея. То, что я слышал от кого-то, я слышал от кого-то, откуда он слышал, может это его идея, понятно, да? Теперь умный человек, он умеет точно показать себе и окружающим основу своих мнений. Я там слышал, там узнал, там прочитал. Тут сказала мне, там Яков Шатанин мне сказал, тут еще кто-то, все. И последнее отличие, что умный человек, он моде аль аемет. Он соглашается с истиной. То есть он не привязан к своему мнению. Для него самое главное, это понять истину. Это умный человек, его как бы идея, это найти вот истину. И даже если его мнение, оно оказывается, оказывается, вот например, тоже Рабейна Иона приводит пример. Вот есть умный человек какой-то, да? Он высказал какую-то позицию. А вторая сторона высказала позицию противоположную. И этот умный человек, он мог бы доказать свою позицию. У него есть какие-то доводы, аргументы. Но если он понимает, что истина на второй стороне, он не будет побеждать в споре, он не будет спорить. Он моде аль аемет, то есть для него самое главное не его какое-то личное мнение, а самое главное для него именно вот это вот докопаться до истины, понять истину. То есть истина это такая вещь, конечно, интересная и сложная, потому что если мы говорим про истину, например, было две школы Шамай и Гилель, да, Гилель и Шамай. И они спорили, очень сильно они спорили по очень многим вопросам. И в конце концов это как будто бы образовалось две торы в их поколении, две торы. То есть у них было по многим вопросам разное мнение. И раздался небесный голос, раздался небесный голос и сказал, и это, и это слова Бога Живого. Представляете? То есть и это, и это истина, но закон идет как Беда и Гилель, как дом Гилеля. То есть, но это, и это истина, то есть есть разные взгляды на ситуацию. Например, вот вы смотрите, видите кружочек, да, а с этой стороны смотришь, палочка. Так это кружочек или палочка? Это как пять человек описывали слона. Один щупал слона, хобот, второй щупал слона, ухо. Третий описывал слона, в темноте они его щупали, хвост. И каждый говорил, да я знаю слона, вот он такой, как провод такой, шланг. Второй говорит, нет, он толстый шланг. Третий говорит, да нет, это огромное какое-то животное. Понятно, да? И, значит, и Хилуфеем Б Голем. Голем это незаконченный человек, то есть он что-то знает, но его назвать умным, то есть он недособранный. Голем это как заготовка. И есть заготовки, видно, разной категории. То есть, если мы выделили семь характеристик умного, то бывает, что у какого-то человека отсутствуют все семь. Значит, он заготовка такая, ну, самая, самая такая вот первичная заготовка. Бывает, что человек уже научился слушать умных людей и старших по возрасту, и их не перебивает. О, он уже продвинулся к умному. Но если у вас есть семь, все этих, семь характеристик, вот нужно сделать чек-лист и постараться продержаться хотя бы месяц, именно используя все семь характеристик умного, и тогда можно получить у Якова Шатадина значок от портала ВАИКРА, значит, ХАХАМ. ХАХАМ – умный человек. Все, давайте будем, Яков, да, Яков Шатадин уже прям заготовил значки. Тот, кто месяц продерживается по семи характеристикам, выдерживает прямо ни одну не нарушая, получает от портала ВАИКРА значок ХАХАМ. Прямо можно сделать эти значки, как ВАИКРА, красивые такие. У нас очень красивый логотип, кстати, да? Очень красивый логотип, как мастер-карт, только сердце в одном шарике, а в другом кругу рупор. И можно сделать еще внизу такая надпись ХАХАМ. Все. Я желаю, чтобы мы все были ХАХАМ, чтобы мы все были действительно умные люди, чтобы мы правильно коммуницировали друг с другом. Очень важно правильно коммуницировать, любить истину. И если у нас будет правильная коммуникация выстроена, жизнь просто станет раем. В семье, в отношениях, с людьми и так далее. Люди, правда, вокруг не все такие умные, да? Большинство големы, заготовки. Но ХАХАМ, он сможет, даже с этими големами, сможет взаимодействовать. Все. Удачи, успехов. Еще раз напишите свои выводы, что для себя вы берете как основные параметры, над которыми стоит поработать. И с Божьей помощью поделитесь с друзьями. Только не говорите им, «Эх, ты заготовка, посмотри, ты нарушаешь все». Они обидятся. Все. Удачи, успехов. Всем хорошего, прекрасного дня. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом. Всем хорошего дня.